Это была очень смешная история. Я человек ответственный. В зале не протолкнуться. Увидеть на сцене живую легенду можно не каждый день. Борис Цетлин спустя два десятка лет вновь в Казани. Зрителям истории жизни, карьере и о том, как прошли его творческие годы. Здесь смех, радость и непреодолимый интерес в глазах публики. Когда я приехал сюда, он бы сказал, этого не было никогда. Он сделал век театра золотым. Это проказанский тюз периода Бориса Цетлина. За восемь сезонов он поставил здесь 12 спектаклей и вывел театр на новый уровень. За постановку «Боря» Казань впервые получила высшую театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль года». Я, в принципе, против от главной мысли Гоголя, что театр засмеется единым смехом и заплачет едиными слезами. Каждый, каждый должен. Один смеется, другой плачет. Ничего единого. Вот тогда театр радиальный, а не толпой. Борис Цетлин выпускал премьеры два раза в год. Это были спектакли, о которых говорили. Говорят и сейчас. «Дракон», «Звезды на утреннем небе», «Погром», «Добрый человек из Сычуани» — это не весь список громких постановок. Одна характеристика этого режиссера, я не стесняюсь этого слова, гениального. Режиссер с большой буквы. Все. Близкие, коллеги, друзья и, конечно, преданные поклонники, которые в этот вечер не скупились на слова и аплодисменты. Маэстро щедро раздавал автографы и делал памятные фото. Он вернулся в Казань не просто так. Скоро режиссер вновь порадует казанскую публику новой постановкой. Это будет спектакль «Зимняя сказка по Шекспиру». Подготовка в «Тюзе» уже началась. Как говорят режиссеры, зритель приносит в зал не свечи, а дрова. А благодаря таким великим людям зрительный зал всегда будет гореть ярким пламенем аплодисментов. Алина Мусина, Андерс Натальцев, ТНВ, Казань. Алина Мусина, Андерс, ТНВ, Казань.